Всем добрый день, с вами Агний Игнатьев, и мы с вами продолжаем разбирать DUIC 16 версию. Теперь мы с вами разберем следующую функцию, а это Paran Constraint. Что эта штука умеет делать? На самом деле она безумно офигительная и позволяет придавать веса. То есть мы можем сделать созависимые объекты и придать им веса. Если хорошо задуматься, то с помощью такой штукенции можно вытворять что-то наподобие даже анимации, как в спайне. Благодаря весов и разницам поведения объектов, можно создавать иллюзию псевдо 3D и того подобного. Но если очень примитивно, давайте я вам попробую показать, что и как это может выглядеть. Допустим, я создам объект. Вот у меня объект, сделаю центральную точку в нужном месте, окей, и создам еще один объект. И тоже отцентровал якорную точку. Вот у меня есть два объекта. Теперь мы выбираем второстепенный объект, который будет следовать за первым объектом и будет иметь вес. Давайте выбрали второй слой, один раз кликаем, и вот у меня тут настройки появились. Вот тут указываем в зависимости от первого объекта. Теперь что мне нужно дальше понимать? Обязательно нужно установить ключи, почему-то этот эффект без ключей не будет работать. Вот теперь я двигаю основной объект и за ним двигается второстепенный объект. Но мы же хотим придать веса. А это заходим в настройки и тут регулируем вес. Сейчас стоит 100%. Что это значит? Объект будет двигаться один в один за главным ведущим объектом. Если мы сделаем не 100%, то объект будет двигаться с погрешностью. Но давайте теперь я подвигу главный объект и вижу, что второстепенный объект двигается немножко с отставанием определенным. Вот таким образом можно создать веса. В принципе, с помощью этого инструмента можно использовать пинтулы, допустим, те же самые, и делать какие-то прикольные иллюзии псевдо-3D с помощью обычного созависимости. Давайте с вами перескочим к следующему инструменту. Это parent и cross-composition. Смотрите, что он делает и для чего он нужен. Мы создаем какой-нибудь объект, допустим. Вот этот я создал объект. И, допустим, у нас в этом объекте есть анимация. Я сейчас делаю самую примитивную анимацию. Вот так, вот так. И что теперь мне нужно сделать? Я захожу в этот инструмент и создаю локатор. Что такое локатор? Это нулевой объект, который теперь будет следить за нашим, собственно, объектом главным. Но в чем главная суть этого инструмента? Кроме того, что просто есть тупой нулевой объект, который следит, мы теперь это дело можем выносить за нашу композицию в Pre-Compost. Теперь все это прекомпозирую. Shift-Ctrl-C. И теперь могу просто создать экстракт локатора. И вуаля! Теперь у меня есть внешний локатор, который полностью дублирует те действия, которые находятся у меня в Pre-Compost. То есть, если я здесь что-то поменяю, то у меня, собственно, и этот локатор меняется. Потому что он полностью повторяет то, что там происходит. То есть, еще раз напоминаю, локатор полностью синхронизирован с Pre-Compost. Точнее, с внутренней частью Pre-Compost. Этот функционал достаточно удобный, если вы хотите какие-то действия дублировать или переносить и так далее. Следующее чудо-инструмент позволяет нам прикреплять действия именно к PAF-анимации. А именно проследить за первой точкой в PAF-анимации, и продублировать и перенесет ее в Position. Давайте с вами создадим PAF-анимацию. Допустим, есть у меня вот такая фигурка. Теперь это дело анимирую по PAF-анимации. Захожу сюда, активирую ключ на PAF. Теперь вот перенесем фигурку вот так, даже немножко ее исправим. Теперь выбираем эти ключи, заходим в инструмент, нажимаем на пипетку, если у вас не были выделены, допустим, ключи. И скрипт теперь запомнил все действия и положение первоначальной точки. То есть он запоминает конкретно самую-самую первую точку в PAF-анимации. Окей. Теперь создаем отдельную фигурку, на которую, собственно, будем переносить анимацию. Вот так создали. И для нее теперь нажимаем просто Create. Окей. И вуаля, наша фигурка будет прослеживать путь самой первой точки в PAF-анимации. То есть как определяется самая первая точка? Тут точка, которую мы первостепенно нарисовали. И видите, эта фигурка у нас теперь за этой точкой будет следовать. Все достаточно просто и понятно. Это очень удобно, когда мы рисуем какой-то конкретный объект, и нам нужно к первой верховной точке что-то привязать. И просто мы так дублируем. Это прикольная хитрость и иногда спасает много времени. Теперь переходим к двум следующим инструментам. Они на самом деле самые странные инструменты, которые здесь есть. Эти инструменты в точности дублируют функционал, находящийся здесь. То есть если мы на этот инструмент нажимаем, то у нас здесь есть настройки по Rotation и Position, то в этих инструментах просто разделены эти действия. То есть в этом инструменте есть только Position, а в этом только Rotation. Еще раз объясняю. Эти инструменты, два инструмента, это разделенный вот этот один инструмент. Непонятно, зачем это нужно, но я покажу вам. Вот я нажимаю и видим то, что у меня здесь нет разделения на Rotation и Position. У меня просто есть привязка. Теперь опять заимствую главный объект, с которым я создаю веса. И теперь создам определенный вес хотя бы, хоть какой-то, а то у меня на 0 стоит. Ну допустим, пускай будет это 100. Ну близко к 100. Окей, теперь когда буду первый объект анимировать, у меня видите, объект все так же следует. И если я, например, сделаю больше, там сотни от, например, 200, то этот объект будет быстрее следовать. Если меньше, то будет с отставанием следовать. Ну в принципе все понятно. Все то же самое, что и в этом инструменте было. Ну а в этом инструменте все то же самое, только теперь не по Position, а по Rotation. Я думаю, что не имеет смысла объяснять, если в принципе инструмент один и тот же. Просто теперь это по Rotation. Следующий инструмент, наверное, один из самых офигительных и самых полезных, это List. Он находится как здесь, так и находится вот здесь. Это абсолютно один и тот же инструмент. Привыкайте, в Dureka достаточно часто одни и те же инструменты дублируют в нескольких местах. Теперь что мы можем, собственно, с ним сделать? Этот инструмент запоминает и выносит в эффекты те инструменты, которые мы сейчас используем. Но как это обозначить и как это использовать? Например, мы хотим использовать Rotation. Мы ставим здесь ключ, теперь по Position ставим ключ. И допустим, еще какие-то настройки обозначим для него. Это, допустим, толщина обводки и размер и закругление. Вот так мы все это сделали. Теперь все эти ключи выделяем, которые мы собираемся регулировать через эффекты. И нажимаем на клавишу List. И у нас все теперь сюда перенеслось. Видите, тут есть Size. И мы можем тут все это просто дело регулировать. Вот так по размеру можем регулировать. Также можем и закругление регулировать. Тут отменять, либо увеличить. И так все остальное можем также и строк увеличивать. То есть это достаточно удобно. Мы выносим все эти необходимые для нас функции именно в эффекты. И все мы этим делом потом управляем. С этим не должно быть у вас никаких сложностей. Так что это все очень просто. Следующий инструмент. Это тот инструмент, о котором часто забывают. Но он один из самых необходимых. Это обнуление позиции. То есть вот, допустим, у меня сейчас. Видите, есть какие-то определенные цифры стоят. И мне неудобно, например, делать какие-то сложные контроллеры с экспрессионами. И мне нужно привязать конкретные экспрессионы с контроллерами к определенной точке. Желательно, чтобы это была нулевая. И для этого я просто использую обнуление позиции. Нажимаю. И вуаля, у меня появилось 0,0. Это очень удобно для использования сложных экспрессионов, когда нам нужны точные четкие цифры. Следующий инструмент. Это замочек. Один из самых странных и бессмысленных инструментов, как кажется на первый взгляд. Но для кого-то это может пригодиться. Что он делает? Мы, например, совершаем ключевую анимацию какую-нибудь. Вот так она у нас есть. Теперь можем выделить эти ключи. И если нажмем на замочек, то просто анимация не будет работать. Вот и все. Этот инструмент просто блокирует анимацию. В принципе, ничего сложного. Ну а на этом все. Всем всего хорошего. Ждите следующий выпуск. Обязательно напишите комментарий. И желательно подпишитесь на канал. Всем всего доброго.